Волк с вами в презентации на клубу выступит, потом еще одна маленькая информация, и потом вопрос. Спасибо, Энтим Грозен, и здравствуйте, друзья. Это тоже привет. Илья Футловна, и всех группа, которые... Да, вкратце, про себя я вчера уже успел выступать. Я 16 лет отдал полксов жилью Отечеству, это Суворовское училище, потом высшее военное, потом в войсках послужил. И в крайние 8 лет служил на туристическом подразделении Альфа, так же имею в 200-кратах. Я участвовал в различных операциях, и вот с 2011 года я веду активную спортивно-патриотическую деятельность у себя в Красногорске, Московской области. Сам являюсь в прошлом профессионально-спортсменом, я два мастера спорта в рукопашном бою по тикбоксингу. И мое выступление заключается в следующем. Я много слышал в дискуссии, ребята, так же сталкивался с чиновниками, так же со всем, но надо просто верить и идти вперед. Реально, вы сейчас увидите наши ролики, со стороны посмотришь, как клуб богатый. На самом деле нет, это вся моя семья в кредитах. Я в кредитах, нахожу какого-то спонсора, Каши, а постоянной финансовой поддержки ни от кого нет. Дети раньше вообще занимались бесплатно, а сейчас там минимальная стоимость, чтобы как-то поддерживать, потому что комплекс у нас достаточно большой. И еще раз хочу, ребята, верьте, еще раз верьте, потому что, правильно говорят, на высокую вершину легче подняться по винтовой лестнице, чем по прямой. По прямой будешь подниматься страшно. Значит, сразу хочу сказать, все от моего выступления, это мое сугубая точка зрения, тут сколько людей, столько людей. Поэтому программа Куба, она достаточно активная, я хотел бы вкратце поделиться с ней. У нас все познается по мелочам. Вот у нас дети в клубе, чтобы поступить, они, чтобы учиться, они поступают. Они сдают ГИН России, ГИН Ярополка и Дни воинской славы. После этого сдают задачи физических травматиков. И самое главное, если он там физических травматиков не дотягивает, вы должны видеть, пускай в глаза, что он хочет, что это сделает. Программа строится на боевых искусствах. Да, причем не вот именно на наших православных, по большей части, да, это, ну и ММА, это во всем мире известно, принятое сейчас. Это рукопашные бойки, боксинг, бокс, боевой спортивный сандр. И моя точка зрения, просто я через это сам прошел, этот вид спорта, он сугубо индивидуален, он не командный. И если ты сможешь себя победить на риге, ты сможешь себя победить за пределами рига. Поэтому, когда наших спортсменов встречаются за пределами, всегда встречают нормальных боксеров, там, мастеров спорта, все думают, что он отбит, ну, по большей части, там, ударить, посмеяться. Мы такого не делаем, мы делаем различную программу, поэтому с каждой школы ведется работа. В конце каждой четверти у них проверяются дневники, в конце каждой четверти выносятся исторические материалы, они знают. Два раза в месяц приезжает отдельный историк, читает лекции, не только для детей, но и для взрослых. У нас постоянно проводим различные мероприятия спортивные, причем мы берем именно организации, дети, вот, вроде, от файл-шоу, под дымовую завесу. Клуб преимущественно, конечно, православный, но мы ни в коем случае не националисты, потому что за свою службу я много раз побывал на Кавказе. И, вы знаете, если еще сказать, что много судят, черножок и вечерножок, это все бред Бога. Вот, это, я так говорю, это моя точка зрения. У нас религия много, вера она одна. Да, мы раз в полтора-два месяца ходим в церковь, я никого не заставляю, кто-то идет в мечеть. То есть, и тут просто надо понять, что мы один, единый общий народ. И, как правило, у меня тоже занимаются лица кавказской национальности, и у нас всегда тут все проходит через собеседование. Естественно, я сразу вижу, на собеседование более взрослые, куда приходят, либо, чтобы морду научиться бить, да, либо действительно совершенствовать. Это происходит с людьми из славянской внешности, из татарки, со всей. То есть, если я вижу, что человек действительно что-то хочет, мы все греем. И у нас большая, очень дружная семья. Вот, поэтому я сейчас вам хотел представить ролик, что такое Клуб Ярополк. Сейчас, секундочку. Задача у нас какая? Как вам лично, понятное дело, можно иметь хорошую спортивную базу. У нас также есть довоенная подготовка, у нас в мае, в сентябре, в 10 часов, в премии Киаффе с ними занимается. Мы стали проводить мероприятия. Мероприятия красочные, самое главное, собрать толпу и показать им, что такое спорт, что такое патриотизм. Мы берем выступления звездочного бизнеса, юмором. Николай Налов у нас постоянно выступает, что у нас близкие знакомые. Вот, поэтому, ваше внимание, первый ролик, что такое Клуб Ярополк и для чего мы делаем эти мероприятия. Спасибо. В связи с значительных изменений в российском обществе, в настоящее время особенно актуальна проблема его дальнейшего развития, в том числе и в сфере физической культуры и спорта, стратегически важных направлений государственной политики в социальной сфере. Большой шагом в разрешении данного вопроса явилось принятие федерального закона о физической культуре. Да, мы сразу хотим сказать, почему ярополк, потому что старославянство, слово Яро, это считается светлый, полк народа. Поэтому мы понимаем, как это свет народа и свет на народ. Далее, продолжая нашу тематику, я хотел бы концентрировать на то слово. Помимо того, что мы организуем мероприятия, мы завлекаем народ еще музыкально. В августе, в сентябре 2014 года я организовал свою музыкальную группу под именом названием «Мерополк». Ее задача – пропагандировать патриотизм, любовь в своей стране, спорт и здоровый образ жизни именно в песне. Поэтому мы взяли такой модный молодой акцент, он читает рэп, она поет. Немногие спрашивают, почему рэп? Это же с Африки, с Америки. Я всем говорю, что рэп – это исконно русский. Вид – это современная частушка, речитатив. Наша группа приедет на закрытие, сюда будут давать пять песен. Здесь будет презентация как раз второй песни про здоровый образ жизни. И ваше внимание, мы сейчас покажем две песни. Первая песня – это гимн спортивного клуба «Ярополк. История на реальных событиях». Вот, ваше внимание. Спасибо. Спасибо. И следующая, следующая музыкальная композиция, гимнечную гранативу, мы ее сделали специально для празднования 12-го июня. Сделали нарезку из 46 фильмов, вот. Поэтому, с вашим вниманием, песня «Гимн свободы, Россия моя». «Гимн свободы, Россия моя», «Гимн свободы, Россия моя». Постоянно смотрю и сразу теку, потому что так, проявлено с такими словами. Друзья, и сейчас еще одна маленькая информация об одном клубе «Ярополк. История на реальных событиях» представит Грошков Михайлов, и Тихий же председатель Конституционного совета. И последний случай. Дорогие соревнования, кем-то. Дорогие соревнования.